приветствую всех на своем канале о вязании меня зовут ольга сегодня я снимаю видео вступление в новый интересный совместный проект теперь ближе к осени да уже осень началась у нас будут появляться новые я думаю совместные проекты в которых захочется поучаствовать и вот еще один проект в котором я решила принять участие называется шалимания осень очень такой нашумевший как мне кажется на ю тубе проект и многим известный я в свое время когда только начала свой путь на ю тубе очень много слышала про этот проект много о нем говорили и многие девочки в нем участвовали и конечно же я на тот момент если честно даже не предполагала что вот в следующей шалимании я буду принимать участие значит об этом чуть попозднее скажу сразу что организатором данного проекта является катерина шурм на нее и конечно же на всех девочек участниц я оставлю ссылочки в инфобоксе с катей уже я участвую вернее принимаю участие в одном из ее проектов это носочная коробочка тоже такой необычный формат очень мне нравится и я подумала что мне тоже хочется принять участие вот у нее вот в данном проекте шалимания осень значит количество участников в данные в этот раз будет ограничено то есть всего 20 человек принимается участников когда я снимаю это видео у нас еще не полный набор поэтому кто желает я думаю может быть вы еще успеете проходите принимайте участие смысл этого проекта вот я думала что заключается в том чтобы вязать шали большие такие невесомые воздушные шали вот как паутинка я думала что вот ну это идеальное изделие в этом проекте но как оказалось вот услышав видео приглашение кати я узнала что вовсе не обязательно вязать шали можно вязать все то что согревает нашу шею нашу наших детей мужей родственников в общем все то что греет шейку а это могут быть бактусы платки шейные какие-то шарфы палантины снуды манишки в общем все что угодно все что вам приходит на ум и я сразу же подумала а мне как раз хочется в этот раз попробовать вязать палантины и если кто следит за моим каналом тот уже знает что я даже начала значит давайте перейдем теперь непосредственно к тому что я буду в этом проекте вязать значит у светы на канале по рукодельничаем я вот такой вот интересный узор приметила и у марины на канале рукодельничаю и живу узнала и вдохновилась тем что она вяжет палантины из такой вот пряжи alizella на голд 800 у меня значит цвет этой пряжи 684 в 100 граммах 800 метров и состав у пряжи 51 процентов акрил 49 процентов шерсть рекомендации по спицам 24 и я подумала у меня есть такая пряжа я хочу связать попробовать палантин и я уже начала вязать палантин и сейчас я вам покажу свои продвижения потому что как оказалось в этот проект можно уже взять начаты какой-то процесс главное чтобы он не участвовал в других проектах и как раз я начала этот палантин по вдохновению не участие не участвую ни в каких проектах мне просто захотелось связать такой палантин именно таким вот узором и вот на какой стадии сейчас находится мой палантин как видите узор вот после вы то он конечно будет выглядеть совсем по-другому он разгладится сейчас он вот такой вот весь немножко скукожены да вот сейчас у меня отвязано где-то 40 с небольшим сантиметров но это он в нерастянутом виде конечно же и я думаю вы многие знаете что палантин это вообще такой аксессуар который предполагает значит в ширине от 60 до 80 сантиметров примерно и высоту до двух метров я начала свой палантин с большой вот шириной сразу взяв его сейчас у меня здесь где-то примерно 60 с небольшим сантиметров естественно он еще когда после вы то распрямится станет шире и высоту я его буду вывязывать по максимуму то есть вот я вывяжу моточек вот этой пряжи и я чувствую что мне не хватит также у меня есть на остатках еще вот моточки они не полные то есть я использую еще какой-нибудь вот из этих скорее всего и тогда посмотрим сколько получится у меня высоту да то есть длина изделия какая будет мне тоже очень интересно что же в итоге у меня выйдет и давайте я сейчас для участия в этом совместном проекте для того чтобы дальше показывать свои продвижения я поставлю маркер значит для шалимании это маркера я в своих влогах показываю сколько я продвинула его значит сейчас я поставлю вот этот вот маркер и буду его с каждым отчетом передвигать до сразу скажу что у нас будет по два отчета в месяц и я думаю это очень не напряжно то есть показывать свои продвижения течение месяца то есть всего два раза подключаться из 1 по 10 сентября еще можно снять видео вступление я вот снимаю значит 2 сентября до показываю вам свое вступление в этот совместный проект если вы еще желаете до 10 сентября вы вполне успеваете принять участие значит вот такой вот палантин у меня будет в этом проекте и знаете я разошлась скажем так и решила на одном палантине не останавливаться еще у меня есть вот такая вот замечательная пряжа подаренная мне светланы серовой это на кангора люкс color значит состав у этой пряжи 5 процентов мохер 15 процентов шерсть 80 процентов акрил в метраж 150 граммах 810 метров рекомендации по спицам три с половиной четыре ну я кстати вот здесь рекомендации по спицам 24 я вижу палантин свой на пятерочки и я думаю что и вот это я наверное бы на четыре с половиной на пятерочки наверное бы тоже вязала цвет я вам не сказала 81 910 вот такой вот интересный цвет я думаю что тоже вот из этой пряжи будет неплохой палантин то есть я тоже планирую в дальнейшем в этом совместном проекте связать еще палантин вот из такой вот пряжи что касается планов значит вот это конкретные мои планы единственное что вот под эту пряжу я еще подбираю узор а по поводу каких-то возможно вдруг я возьму и свяжу эти палантины в течение двух месяцев и у меня останется еще время я очень много слышала на ютубе что вяжут шали палантины вот из такой вот пряжи это семеновская пряжа лидия значит состав у этой пряжи 50 процентов шерсть 50 процентов акрил в 100 граммах 1613 метров очень тонкая ниточка очень прям вот знаете как катушечная ниточка но я даже не знаю вяжут из нее в одну ниточку или в две ниточки палантины там шали в общем очень интересно я еще хочу поизучать этот вопрос и возможно возможно я что-то из нее и попробую связать ну пока еще не точно это это я вам просто говорю так чтобы как бы познакомиться с тем что я возможно в этом проекте буду вязать и конкретно что я уже начала вязать значит вот такие вот процессы у меня будут в этом проекте мне кажется интересные может быть кого-то я вдохновлю и тоже кто-то начнет что-то подобное я буду очень рада поэтому присоединяйтесь к нам еще не поздно и наблюдайте за нашими продвижениями я думаю девочки будут вязать просто шикарную какую-нибудь красоту поэтому обязательно к девочкам проходите и вдохновляйтесь ну а я на этом буду заканчивать благодарю вас за просмотр и не забывайте подписываться на мой канал чтобы не пропустить дальнейшие видео конечно же пишите свои комментарии вязали ли вы когда-нибудь шали я вот никогда не вязала шали а что вам нравится вот в таких вот аксессуарах для шеи что вы предпочитаете носить мне будет очень интересно думаю не только мне но и остальным зрителям почитать ваши комментарии не забывайте ставить лайки это очень приятный бонус для любого блогера и на этом я заканчиваю но как обычно с вами не прощаюсь а говорю вам до новых встреч пока а